Напомнила она мне историю из моей жизни, о том, кем мне хотелось стать в детстве, мою первую работу мечты. Так, что тут, ремонт у нас еще затеяли, а? Тут уже так соскучился, тут уже хочешь к папочке идти. Теннис, теннисчик, чик. Ну что я говорю, боже, о, о, о. Всем розовым шапочкам привет от самой главной вашей розовой шапки. Смотрите, что я купил. Это накрывашка такая на эту, на сковородку. И на тебя это накрывашка, на тебя мелкого такого. Чтобы не брызгала, да, чтобы не брызгала. И знаете, что, иду из магазина, и она мне напомнила кое-что. Напомнила она мне историю из моей жизни. О том, кем мне хотелось стать в детстве. Ага, сейчас вам расскажу. Вы обсмеетесь. Ну что, ну что тебе, ну что тебе вот? Вечный контроль. Вечный контроль. Все надо поконтролировать. Что папа принес. Как это на вкус, на цвет, на зап, на все, понимаете? Вот это, вон, посмотрите, что ты делаешь. Ну что ты, ну зачем тебе пакет, ну? Друзья, всем доброе утро. Да, поприветствовался. Посмотрите, что у нас происходило сегодня. Боже, 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 что там творилось сегодня ночью? Такой был Ви, да, да, и ты боялся. И ты мне не давал спать. Только придет спать ко мне. Там что-нибудь, знаете, она же там вообще стояла. Она тут просто летала, эта скамейка. А я Хенрика вообще просил, Хенрика, говорю, вывези ее нафиг. Зачем она тебе? Я хочу ее сохранить. Ну, потому что Плюшкинсон этот. Плюшкинсон, посмотрите, сколько там всего. Тут можно весь дом рассадить. Ему еще вот эта вот нужна скамейка. И он это значит, только придет ко мне, значит, лечь спать. Там что-то зашевелилось. И он убегает. И я вообще, я сегодня не знаю, сколько. В три часа ночи я заснул просто. Потому что кто-то мне мешал, пока ветер не успокоился. Ну, что это такое? Что ты такой боязливый? Что ты такой боязливый? Скажи. Сейчас только что из душа вышел. Немножечко просохну. И пойду убираться. Пипец. Такой сильный ветер был. Ну, реально даже было страшно. Я уже думал, может быть, вставать. Потому что, знаете, такое ощущение было, что, может быть, она сейчас как-нибудь еще налбанет сильным ветром. И окно, ну, балкон разбить может. Так, что тут ремонт у нас еще затеяли, а? Куда-то позасовывал все свои игрушки. Теперь выходит и меня доканут. Всю ночь меня доканывал. Сейчас еще и утро будет с тобой. Играться ему где-то надо. Посмотрите, завтрак себе готов. Кофеек. Такой отербродик. Смотрите, какая у меня теперь. Я же теперь крутой. Закрывалку наконец-то купил. Вот он задолбал уже. Просто все, все прямо в этой брызгах. Вот так вот очень хорошо. Давай. Сейчас вам как раз расскажу историю, о чем мне напомнила вот эта штука. Что вы думаете? Теннис? Теннис? Чик? Чик? Я скоро, кстати, пойду играть в бомбинтон. Мне вот только она еще немножко должна залечиться, моя эта спина. Не знаю, это как-то не спина была, а знаете, что, а вот этот вот, как его, крестец? Вот это не крестец. Фитнес-тренер. Я не знаю, как называется это, костя. Ой. Ну, эта большая тут, короче, которая. А так как у меня одна нога длиннее другой, у вас тоже так. Одна нога длиннее другой. Потому что у меня правая длиннее, чем левая. Я когда хожу, я просто, я уже понимаю. Ну, я всегда знал об этом, да. Но сейчас как-то это с возрастом уже еще больше становится заметно. Вот. И поэтому происходит дисбаланс таза. И там, короче, вот что-то там перекнуло от длинной очень такой ходьбы. Потому что я тогда, я посмотрел в телефоне. Я за один день прошел 17 километров. Ну, как бы, сорян, да. Ну, и там меня уже так... Вот, ну, сейчас я сделал хорошее упражнение. Очень хорошее упражнение я нашел. Вот, поделал. Буквально после первого раза прошло. Теперь просто каждый день их делаю. И мне очень помогает. Потому что очень хорошо все. Вот. Как только подлечусь, пойду играть в бамбинтон. Тих, тих, тих. Я очень любил в детстве играть в бамбинтон. Еще родители были не разведены. Это я еще был до первого класса, либо в первом классе. Мы жили тогда вот на севере, в Алдане. Алдан, привет. И мы ходили в спортзал. Там был спортзал, я помню. И мы там играли в бамбинтон. Мне очень нравится играть в бамбинтон. Ну, и вообще, бамбинтон прикольная игра. Так что бамбинтон классно. Но рассказ пройдет не про бамбинтон. А про мою первую работу мечты. Я так вообще сейчас смеюсь с этого. Думаю, боже мой. Так прикольно. Вот просто подумайте. Вот просто подумайте. Даю вам задание. Просто подумайте. Вот. Кем я хотел стать вот с этой вот штукой. Вот с этой вот штукой. Вот я ее купил. И мне прям напомнило. Вот напомнило. И вы знаете, что я сейчас даже сделаю? Я сейчас запишу шорт. Отдельно поставлю его за день до выхода видео. Чтобы вы немножко поугадывали. Кем я мечтал стать. А вот о чем мне напоминает вот эта вот штука. Короче. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, ладно. Так. Ты уже и сюда пришел. Ну иди играйся. Иди. Иди играйся. Ну что? Такой ребенок. Значит это. Ладно. Рассказываю. Так как детство. Где мы проводили все свое детство? Раньше-то. Раньше где мы проводили все детство? На даче. Правда деревня на даче. Вот. И те, кто из Барановича меня может быть смотрит. Тут знают. Что тут уже. Сетка уже расходится. Сетка не успел купить. А сетка уже расходится. Надеюсь, это не сына там съел. Ладно. Хоть бы в еду не попалось. Ну все. Загнал под диван. Опять мне надо лезть. Я не могу просто. Я не знал, что это будет сделать иногда. А-а-а-а. Значит, кто из Барановича меня смотрит, кто знает. Поломка. Поломка. Сейчас там тоже дачи. А раньше-то дачи были очень популярны. Там огромный комплекс этих дач. Не знаю, сколько километров. Ну, короче. Ну, любые дачи возьмите. И туда ходили поезда. Да. На поломку. Вот. И дальше он идет. Города такие, как Орша. Ой, какая Орша? Что я говорю? Боже. О-о-о. Слоним. 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 Слоними был я один пару раз. Потом вот на Лиду куда-то там можно доехать. В Гродно можно доехать. Да. Вот так вот. В этом направлении. И моя первая работа мечты была, знаете, кем? Потому что я их постоянно видел. Они работали на этой станции. Это дежурные по станции. И знаете, почему мне хотелось быть на них похожими? Потому что у них была власть. Знаете, какая? Отправлять поезда. Без их решения поезда не отправлялся никогда. Кто такой машинист? Подчиненный, понимаете? Пока тебя не пустят в путь, ты никуда не поедешь. Да, ты умеешь водить поезд. Но если тебя не разрешают, ты не поедешь. Понимаете? А у дежурных по станции была эта прерогатива. И это власть отправлять поезда. И я помню, там была такая... Ну, там несколько было, конечно, человек. Ну, как-то вот мне одна запомнилась такая. У них форма же такая, знаете, форма такая синяя. Вот в Беларуси синяя такая форма у них. Вот они выходят из своей, значит, этой станции. А там в Поломке такой хороший вокзал. Такой, знаете, приличный очень. Прям такой нормальный. Нормальный такой. Вот. И она такая выходит, значит. Стоит там с этим... С машинистом нам перекликается. И у них была такая штучка, где они отправляли поезда. Значит, с одной стороны была красненькая. Красненькая, это значит, ехать нельзя. А с другой стороны была беленькая с таким черным кружочком. Ну, с черной полоской по кругу, так скажем, да? И вот она так выйдет, так, знаешь, из станции своей. Вот так вот. Ой! Вот вышла так, чин-чинь, и хоп! И поезд поехал. Представляете, как прикольно. И меня это в детстве... Ну, слушайте, ну я еще ребенок, сколько мне там лет, я вообще даже не помню. Ну, там начальные, может, какие классы. И меня это так вообще... Я просто, я всегда хотел на поезд, не из-за поезда, а чтобы посмотреть, как они отправляют эти поезда, что она вот так вот поднимает этот кружочек, и поезд, пи-и-и, так делает, да? И уезжает. А еще там было очень часто, что, например, по поездам надо было разъезжаться. Раньше-то, знаете, не было никаких ни санкций, ни хуянций. Все могли спокойно ездить, товарооборот был. Я помню, что, ну, постоянно, вот, ну, это вот... Ну, давайте возьмем мне, там, может быть, там лет шесть, например, ну, больше, наверное, больше. Да? Ну, считайте, 30 лет назад. Даже иногда тяжело было спать по ночам на даче, потому что постоянно ездили поезда, товарные поезда, пассажирские поезда. Все время они ездили, 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 потому что дача недалеко, в принципе, там... Да, ты слышишь, как идет этот поезд все равно. Вот. И... А потом вот с каждым годом, знаете, вот как-то все затухало, затухало, затухало. И уже все, и уже там вообще никто не ездит. Там уже мама говорит, что чуть ли не два поезда осталось, знаете, там, две пенсионерки на нем сели и поехали на дачу. Вот. И вот помню, что надо было разъезжаться поездам, например, да, то есть вот пришел один поезд, она ему показала, значит, там, красненькое, что все, двигаться нельзя, он стоит, стоит. А второй, значит, проезжает там какой-нибудь товарняк, знаете, вот она там показывает, потому что давай, типа, проезжай быстрее. Вот. Но меня это так впечатлило, вот это так, это моя, это... Вы знаете, вот я уж прям, вот мне душа радуется, как я вспоминаю своего внутреннего ребенка, да. Вот как в детстве меня впечатлила эта работа, мне так хотелось стать дежурным по станции, чтобы провожать поезда, давать им вот возможность уехать, что я дома, я тогда, помню, даже вот бабушку просил, типа, мы нашли картонку, нашли картонку какую-то такую, вот, и мы вырезали, значит, тоже такой круг, с такой держалкой у меня был, и с одной стороны покрасили, или там наклеили, я уже не помню, у меня их несколько было, красненькая, значит, а с другой вот беленькая, и с таким вот кружочком, значит, черненьким, и я, и я ходил на станцию, потому что мне там до станции было ходить, знаете, километр, я там быстренько, чик-чик-чик, лесом там проберусь, 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 знаете, как зайчик такой, вот, и я так выходил, значит, я из лета так выйду и провожаю поезд, знаете, я ходил провожать поезда, я им давал разрешение на то, чтобы поехать, вот так вот, мне так было вообще, так прикольно это делать, я вообще прямо, знаете, я так, с такой гордостью, вот, что я буду дежурным по станции, а теперь я блогер, я об этом рассказываю, кстати, вот не стал я дежурным по станции, ну, все, ну, альч, ты успокоился, ты видишь, пока папочка придет, чтобы к нему лезть, да? Ну, че, ну, сейчас я договорюсь с подписчиками, и уделю тебе, какая, все, внимание, только тебе, мама, мой, ты, да, да. Так, уже не помню, показывал, я вам не показывал, ну, ребята, я показывал, показывал, все знают, какой ты красавчик у меня, все знают, три авокадика я посадил, но депрессии у меня нету, кто не смотрел видео про авокадо, депрессию, посмотрите, пожалуйста, в начале канала где-то, не, в серединке, я еще из Рики его записывал, миллион лет назад было, вот, жду, пока прорастет, ну, этот вроде хорошо там ведет себя, эти я чуть попозже два посадил, этот первый, потом сообразил, что один мало, он потом плохо растет, надо, надо сажать три, то и пять, и сплетать их потом, в, там, стабильнее будет тогда, ну, какой ты нетерпеливый, скажите, пожалуйста, ну, как это так, что ты уже так соскучишься, ты уже хочешь к папочке идти, красавчиком, ну, красавчиком, все, обида, так что вот так вот, мои друзья, такая вот история мне напомнила, эта штука, ой, так прикольно, я вообще, я люблю такие добрые воспоминания, знаете, такие наивные, вот такие наивные, вообще просто, как еще из детства вспоминаю, просто сейчас, конечно, так смешно об этом все вспоминать, что я хотел провожать, встречать поезда, ой, видите, как бывает, ну, что, ну, личство, пойдем валяться, может быть, немножко хотя бы еще отрублюсь, или что-то, я не знаю даже, сегодня такое, ну, вот я не выспался сегодня, потому что из-за этого урагана еще продолжается у нас немножко, я ваш этот буду, personal Jesus, я, personal Jesus, всем пока!